Сегодня мы с вами рассмотрим прошедшее время глаголов. Как и в русском языке, так и в чешском языке прошедшее время образуется с помощью форм глаголов на Л. Это не вполне глаголы, исторические так называемые причастия на Л. Нам не важно, как они называются в исторической перспективе, нам важно, что они образуются в подавляющем большинстве случаев от основ инфинитива, как и в русском языке. Например, писать, писал, читать, читал, ходить, ходил, носить, носил. В славянских языках у глагола обычно две разных основы. Основа настоящего времени иногда чуть-чуть отличается от основы инфинитива. У тех же глаголов, которые я назвал, писать в инфинитиве основа писа, в настоящем времени я пишу, ты пишешь, основа пиш. У глагола читать в инфинитиве основа чита, в настоящем времени основа читай. Я читай у, ты читай еш, он читай ет. И действительно здесь разделение, грубо говоря, проходит посреди буквы. Но основа, в принципе, такая же, которая звучит в других славянских языках. И это, собственно, нам позволяет ее с уверенностью выделять. Итак, как в русском языке образуется прошедшее время? Мы берем вот эту формулу глагола на эл, она может меняться по родам. Я писал, если я мужского рода, если я женского рода, то писала, в среднем роде писала ло. В умноженном числе мы писали, ты писали. Таким образом мы с вами можем выписать целую табличку для окончаний в элого причастия, формы глагола на эл, по родам. Для мужского рода, женского и среднего в единственном числе, единственное число, и для множного числа. Значит, в мужском роде окончания нулевое писал, в женском роде окончания а писала, в среднем роде окончания о писал ло. Во множном числе, вне зависимости от рода, для всех случаев окончания и. Немножко другая картина в чешском языке. Потому что родов в чешском языке несколько больше. Родов то же самое количество, окончаний больше. Во множном числе для чешского языка мы будем выделять окончания для мужского рода, женского рода и среднего рода. В единственном числе окончания совпадают. Нулевое для мужского рода, а для женского, о для среднего. А вот во множном числе картина несколько другая. Значит, в том случае, если у нас есть группа мужчин, достаточно хотя бы одного мужчины с группой женщин, мы используем окончание и. Для неодушевленных слов мужского рода или для животных мы будем использовать окончание и. Твердое и. Такое же окончание получают слова женского рода. В среднем роде используется окончание а. Например, двойчато с народе ла. Двойняшки родились русские. И. Окончание и. По чешке двойчато с народе ла. То есть не кто-то родила двойняшек, а они здесь, двойняшки, являются подлежащими. И окончание а. Окончание множественного числа для среднего рода. Так, это были окончания. С помощью чего мы в русском языке показываем лицо.